МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия дневной выпуск информационной программы Республика в студии Юлия Важенина. Шквалистый ветер, бушевавший на территории Приволжского федерального округа, к сожалению, задел в прошедшие выходные и Чувашскую республику. Силу ветра почувствовали все муниципальные образования. Больше всего пострадали Канажские и Яльчикские районы. С обсуждения ситуации началось еженедельное совещание у главы Чувашии. Из-за порывов ветра были оборваны линии электропередач, особенно пострадали уличные сети. В итоге почти в 80 населенных пунктах отключена электроэнергия. Ремонтно-восстановительные работы начались еще вчера. Ветер был сильный, до 30 метров в секунду. И ремонтно-восстановительные работы были организованы практически начиная с 15 часов в пятницу. Основной ущерб, это, конечно, от срыва кровли, других конструкций, зданий, сооружений. В итоге по республике у нас 8 социальных объектов пострадали, 28 личных подсобных хозяйств и плюс 5 многоквартирных домов. Это Шихазан и Канарский район, где 114 квартир, у нас 270 человек, в том числе 67 детей. В социально значимые объекты больше всего пострадал, это, конечно, педагогический колледж, город Канаш, кровля 400 квадратных метров, а остальные не такие, они значительные. Надо отметить, что работы были организованы своевременно, оперативно, взаимодействие было полное. 31 бригада, 150 человек и большое количество техники были задействованы в организационных работах. К утру понедельника осталось лишь три населенных пункта, где еще не полностью восстановили электроснабжение. А уже в ближайшие дни в Чувашии высока вероятность снегопадов и гололедицы на дорогах. Так что, несмотря на столь ранние сроки, синоптики настоятельно рекомендуют автолюбителям переобуть своих железных коней. На еженедельном совещании у главы Чувашии обсуждали и доступность государственных услуг. Существует схема размещения многофункциональных центров в городах и районах республики. По нормативам на территории Чувашии должно быть создано 28 МФЦ, в которых будут работать 236 окон и 232 окна на базе модельных библиотек. Госуслугами должно быть охвачено 90% населения. По данным на октябрь в Чувашии работают 27 многофункциональных центров, в которых открыты 172 окна. 232 функционируют на базе библиотек. Таким образом, доступны сетью. Госуслуг охвачено 71% населения. По городу Чувашии, поскольку из-за популярности МФЦ и отсутствия достаточного количества окон, мы сегодня, к сожалению, не выдерживаем. Один из важных показателей – это 15 минут. Ожидание в очереди в среднем у нас достигает 21 минуты. И для того, чтобы расширить перечень окон, для того, чтобы расширить возможность представления услуг, значит, на дополнительном офисе Сбербанка было создано 4 окна. Кроме того, в текущем году было создано на базе филиала Федеральной кадастровой палаты 6 окон. Ну и вот запущен проект по строительству МФЦ в Калининском районе, который позволит нам перекрыть показатель. В напряженном графике работают в столице республики. В районах показатели доступности услуг МФЦ чуть лучше. В муниципалитеты направлены средства, там сейчас закупают технику и обучают персонал. По словам Владимира Аврелькина, спешно выполнили задачу по обеспечению доступности госуслуг Канажский, Шимуршинский и Яльчикский районы. А вот в Ибресинском, Маргаушском и Ядринском работа под угрозой срыва. Кроме того, сейчас во всех действующих многофункциональных центрах идет так называемый ребрендинг. Все МФЦ станут работать под брендом «Мои документы» и будут предоставлять комплекс услуг по жизненным ситуациям. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. На международном инвестиционном форуме в Сочи, который прошел в начале октября, вручали премию имени Александра Поченка по итогам всероссийского конкурса программ социального развития регионов. Одну из премий получило правительство Чувашии. Конкурс посвящен памяти Александра Поченка, человека, который стоял у истоков социальной политики в Новой России. Именно он приложил невероятные усилия, чтобы сделать добро и милосердие эффективными инструментами, приносящими реальную пользу своим адресатам. Мне кажется, награды, которые сегодня будут отмечены те или иные проекты, они тоже имеют особое значение. Вот бывает, когда награду оценивает правительство, бывает, когда там государственные чиновники. А здесь было настолько невовлеченное жюри, которое оценивало по очень детальным показателям, когда оценивалось действительно влияние на ситуацию в регионе, на отношение к людям, на то, насколько эта программа дала возможность чувствовать себя иначе той или иной группе населения. В конкурсе имени Александра Поченка участвуют проекты, направленные на решение социальных проблем с использованием механизма государственно-частного партнерства. В прошлом году их поступило всего 42. В нынешнем – около 150-70 регионов страны. Среди награжденных – кабинет министров Чуваши, отмеченный за успехи в профилактике социального сиротства. Жюри оценило программу «Клэбель надежды». Напомним, в прошлом году другой социальный проект нашей республики – «Лекотека территории игры» также получил награду Всероссийского конкурса имени Александра Поченка. Мне кажется, что и в следующем году правительство республики очень ответственно подготовится, потому что на самом деле проектов очень много интересных. И мы знаем об этих проектах. И хочется еще что отметить, что на самом деле те проекты, которые были отмечены в прошлом году, они дали свои ростки в других регионах и начали повторять. Их начали копировать, но уже в какой-то своей форме в соответствии с социально-экономической ситуацией в каждом конкретном регионе и готовности. И получается, что вот этот шаг, когда воронка или количество новых интересных социальных проектов и номинаций постоянно раздет из года в год. Что на деле представляет из себя проект «Клэбель надежды» выясняла Ольга Пырочкина. Сегодня в группе раннего развития социально-реабилитационного центра рассказывают сказку «Колобок». Дети с интересом слушают воспитателя, рядом счастливые мамы и все хорошо. Однако в центре мамы и дети оказались не случайно. У каждой из женщин своя непростая жизненная ситуация. У меня двое детей, так получилось, что я их воспитываю одна. Помогает нам, конечно, бабуля в первую очередь. Ей очень большое спасибо. А еще, конечно, большая помощь от социального центра. Мы сюда ходим три раза в неделю. Юле очень нравится. Когда ты когда говоришь, Юля, пойдем детками играть? Да, пойдем. Она в воспитательную очень привыкла. Здесь с нами занимаются очень хорошие педагоги. Занимается логопед, психолог. Проводятся музыкальные занятия. Это почти детский сад, только мамы рядом и неполный рабочий день. Дети приходят только на два часа, потому что это для них уже достаточное время для привыкания к среде. И сразу мы начинаем с зарядки. Потом уже у нас определенные занятия. Все в игровой форме проходит занятие. По окружающей среде, по речевой деятельности. Пока дети заняты, мамы знакомятся друг с другом, получают консультации психолога. Группа раннего развития – одно из направлений программы «Колыбель надежды». В Щебоксарах ее запустили в 2007 году. Основная цель – профилактика социального сиротства. В основном у нас задействованы три группы. Это будущие мамы, которым наши семьи вместе с медицинскими работниками ходят на патронаж. То есть консультируют по социальным вопросам, по вопросам возможности социального обслуживания. А также по вопросам профилактики младенческой смертности от внешних причин. Вторая группа – это уже мамы с детьми до трех лет, которые ходят к нам либо на консультацию психолога, дефектолога нашего учреждения, либо в группу раннего развития. И третья группа – это подростки 12-18 лет. В основном те, которые проходят у нас непосредственную реабилитацию в стационаре. Это подростки, которые уже имеют негативный опыт семейного воспитания. И мы как бы пробуем создать новую модель их поведения, чтобы они не повторили модель своей предыдущей семьи в будущем. Программу «Колыбель надежды» уже оценили участники конкурсов социальных проектов. У нее есть последователи в других городах России. Ее поддерживают различные общественные фонды. Но главный результат уже достигнут. Женщины начинают понимать, что значит в ее жизни ребенок. И как важно любить друг друга, несмотря ни на что. А помощь всегда рядом. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика. День учителя – самый теплый и самый любимый осенний праздник. Его отмечают 5 октября. Наша съемочная группа побывала в одну из чебоксарских школ и узнала секрет идеального педагога. Юрий Иванович Михайлов учит детей уже около 30 лет. Первое место работы – сельская школа. Он преподает один из самых важных предметов века информационных технологий – информатику. В пятой гимназии работает со дня ее основания. Простым и доступным языком объясняют ученикам языки программирования и сложные алгоритмы. Он очень веселый. У него индивидуальный подход к каждому. Он может шутить на уроках. И это будет так, что все равно в классе будет сохраняться дисциплина. Это очень круто. Юрий Иванович, он может алгоритмически показать любую задачу. И ты будешь ее понимать, независимо от того, знаешь ты язык программирования или нет. Ребята не только узнают что-то новое, но и применяют полученные знания на практике. Разрабатывают собственные проекты. В Юрии Ивановиче хочется отметить то, что он относится к своему делу с такой любовью и полной отдачей. И, наверное, это отчасти заражает нас, что мы ночами сидим и делаем эти проекты, погружаемся в программы. Именно благодаря тому, что он такой профессионал и любитель своей работы, нам удалось добиться высоких результатов, которые были оценены экспертами даже из-за границы. Каков учитель, таковы и ученики. За свою карьеру Юрию Михайлову досталось множество наград. Он – заслуженный работник образования Чуваши и победитель конкурса лучших учителей России, обладатель всевозможных дипломов и грантов. Для меня ассоциация, связанная с ним, это столб. Он буквально столб, который держит на себе коллектив. Любое событие, образовательный, любой праздник будет сделано, если есть рядом Юрий Иванович. Мы чувствуем себя надежно, когда он в стенах школы. Вторая ассоциация – он человек, который всегда живет с мечтой. Юрий Иванович инициировал создание электронных журналов. Все школы и детские сады республики вносят в базу данные об успеваемости учеников, различные отчеты и многое другое. Система успешно работает уже третий год. В чем, скажем так, польза электронного журнала для родителей? Они имеют доступ в любое время, в любую секунду, в любом месте земного шара к достижениям своего ребенка. Это первый, да. Увеличение производительности труда учителя здесь налицо, потому что машина считает уже сама. За долгую карьеру он обучил информационным технологиям около четырех с половиной тысячи ребят. На уроках Юрия Михайлова компьютеры и программное обеспечение уже давно заменили мел и указку. Сложные вещи рассказывать детям на простых языках, я думаю, что это как раз их главное в учителе. Я считаю, самое главное для меня – успех моих детей, те, которые я обучаю. Признание друзей, коллег и учеников. Большего, казалось бы, трудно желать. Но Юрий Иванович по-прежнему полон идей и замыслов. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. В этом учебном году в школу пошли около 15 миллионов россиян. Ребятам еще предстоит узнать, как извлекается интеграл, где находится Аймекон и какой состав, например, у соды. Все это рассказывают и показывают люди, для которых учить и воспитывать настоящее призвание. С 1994 года, 5 октября, преподаватели, учителя и воспитатели всего мира принимают поздравления. В Чувашии более 11 тысяч педагогов, которые работают как в столичных школах и вузах, так и в районных. Около 15 из них – молодые специалисты. Учитель – это призвание, вы несете светлое своему ученикам. Каждый из нас ходил в школу, каждый из нас встречался со своим учителем и пронес любовь к педагогам через всю свою жизнь. Сегодня правительством Республики, правительством Российской Федерации большое внимание уделяется развитию школы. Треть бюджета Чувашской Республики – это образование. Почетное звание заслуженной учителем Чувашской Республики присвоили Альбине Майериной, учителю русского языка и литературы в Батыровской школе номер один. В школу Альбина Николаевна решила идти, вдохновившись с работой любимой учителем. С годами выяснилось, что выбор сделан верно. От детей заряжаешься позитивом. Они помогают тебе, ты им помогаешь. И в этом содружестве получается какой-то результат. Самое главное – это воспитать человека. Не столько давать знания, а сколько воспитать в наше сегодняшнее такое достаточно сложное время людей, на которых мы можем опереться. Самой интересной частью праздника стал финал второго республиканского конкурса учительских хоровых коллективов. В нем приняли участие 14 хоров-победителей окружного этапа конкурса. Как признаются участники конкурса, победа – уникальная возможность пообщаться преподавателям из всех уголков республики. КОНЕЦ Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика Судя по всему, педколлектив гимназии номер 4 имеет серьезные шансы на победу в конкурсе хоров. Музыка нас связала. Это не только популярная песня, но и целый проект. В день учителя-педагоги этой школы решили удивить коллег, учеников и родителей своим творчеством. Здравствуйте! Доброе утро! С праздником! Старшеклассники 4-й гимназии выстраиваются в живой коридор каждый год. Но этот день учителя отличался от других. Педагоги школы подготовили ответный сюрприз – организовали необычный концерт. Вот новый поворот, и мотор ревет, что он нам несет, пропасти ли взлет. Ну, так дома, в семейном кругу, конечно, мы поем. Но сегодня у меня первый опыт вот на такой большой сцене. Выступала, конечно, волновалась, но надеюсь, что все получилось. Быть настоящим артистом непросто. Надо много репетировать, подбирать костюм, записывать фонограмму. И на все это учителя нашли время. В ответ – овации учеников, которые теперь зауважали своих наставников сильнее. Кто-то выбрал сольную песню, кто-то объединялся в дуэты. Появился в школе и педагогический ансамбль. Меня сегодня удивили все, поразили все. Оказывается, у нас такой талант блещет в нашем коллективе. Истинно горжусь своими педагогами. Директор школы тоже подключилась к проекту и исполнила песню дня. В день учителя музыка действительно связала вместе учеников, родителей и учителей 4-й гимназии. Совсем скоро здесь планируют выпустить компакт-диск с песнями педагогов. Вот так в школе появилась новая традиция. Мы сегодня учителям подарили песню про мечту. И пусть у всех учителей мечты сбываются! Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Главное управление МЧС России по Чувашии сообщает, что 6 октября в 10 часов и в 10.30 будут проверены электросирены систем оповещения. Население просят во время проверки не прерывать своих занятий и работ. А я с вами прощаюсь. Итоги дня подведем в вечернем выпуске. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова